Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. За вчерашний день просят ответить. Мы постараемся немного хотя бы. Это не все, конечно. Считай. Номер 70. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 19 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записанное им в своем дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения престола. Я представляю, какое было у него настроение. Как он мысленно окинул все это. Умный был человек. И увидел, что это действительно так. Измена. Везде измена. Сегодня мне придется опять об этом говорить. Потому что вопросы задают. Что это такое? Измена всему. В первую очередь, измена Богу. Бог нас создал. Мы себе не принадлежим. Вот это такая истина открытого мира. Окруженные. Все до космоса. Все Божье. И мы не свои. И вдруг сатана претензии имеет. Будете как боги. То есть этого вам мало. И сегодня где-то тоже это обещают что-то. Какое-то обещание чего-то. Я раньше знал это. Всегда отвечал, что такое патриархия на вопрос. Одним словом. Ложь. Двумя. Это всегдашняя ложь. А тремя. Тотальная всегдашняя ложь. Так. Везде все ложи покрыты. Все ложи. Но я не знал. То есть не знал. А не обращал внимания на это. Где именно там. В каком месте. Сейчас вот. Такой год нынче. Много нападок. И я увидел, что это. Я знал, что это в священстве. Но что именно еще и так называемый их миссионерский отдел. Это только увидел сейчас. Это что-то необыкновенное. Как будто бы это дыра в преисподнюю. Они никакого понятия о благовестии не имеют. И Дворкин там стоит как у входа самый, как сам дьявол. И все это они разбирают. Решают, как верить. Кого анафеме предать. Кого канонизировать. То есть это уже архиерея решает. Что сказать на это? Христос не нужен. Это все отпрыск великого инквизитора из братьев Карамазовых. Разрешим грех. Ипитемии нету. Натучения нету. Главное, причащайся. Придумали. При причастии грехи прощаются. Больше нигде. Приходит наркоман. Едва на ногах стоит. А ты из правительства причастись. Ну то есть все. И считай погубили человека. Многие больные немало умирают. Недостойно причащаются. И вот я тебе просто покажу, что нужно заходить на наш форум. Маленько буду притормаживать. Расчитать не будем. Мы каждый день говорим. Чтобы писали вопросы. Не вконтакте, где я не бываю. В других там твиттеры. Разные фейсбуки. Я там не бываю. Хотя странички есть. Модератор работает. Но объявление. Помочь дать краткое содержание на наши ролики. Вот двое уже работают. Кальмаях. Вот тут Николай Николай называется. Вот просчитайте, что тут написано. Вот так. Ну и вот что тут написано. Игла. Вот как выбрать, Сергей. Отректовали мое фото от 1960 года. Прошлых фото у меня не так и много. И некоторые, может быть, можно было бы тоже довести до приемлемой кондиции. Да никто даже о том и не помышлял. Спасти Христос тебя, друженик мой. Ну вот некоторые не поймут. А что такое? Вчера, ни слова не говоря, повторяю, это Сергей Козлов. Парализованный. И вот смотрите, что он здесь пишет. Фото где-то есть, нет? Игла. 1960 год, да? Вот. Вот. И вот. Вот. А я сейчас покажу, как это фото выглядит. Он увидел это фото. Вот оно у меня. Я в морфлоте был. Видите, какое фото. Ну, фото и фото. Что тут такого-то? Ну, какое там. Что-то писал на той стороне, помятое где-то. И он решил его по-другому сделать. Вот как он его сделал. Сравните. Еще раз покажу. Посмотрите. Никто его не просил ничего. Вот оно. И теперь смотри, что он сделал с ним. Даже фон изменил. А? Фон другой тут. Ну, фон другой. Все это убрал лишнее где-то. Это какая работа? Это он три часа, говорит, потратил. Я говорю, у меня еще другие старые есть. Ну, и время будет сделано. Я говорю, нет, мне даже боязно давать тебе. Три часа и прочее. Ну, фотографии-то лежат заброшенные, но я их выставил. Там я когда уже работал в морфлоте здесь, после освобождения. Ну, тебе закрыть просто нужно. Показать. Вот человек парализованный работает. И работает так, что... Ну, кто-то мог это догадаться. Никто. Его не просили ничего. Это в человеке заложено. Так что, не надо ни на кого роптать. Повторяю, 14 лет парализованный. Ну, родится человек коллегка какой-то. Он никогда не испытывал шатовой жизни. Ну, он болеет и болеет. Для него это норма, как говорится. Он другой-то не знает. Или слепой от рождения. Или молодой офицер, и вдруг раз зрение потерял. И так молодой человек, рослый, сильный, смелый. И вдруг все кончилось. И он все время теперь вспоминает, как было. Это еще утяжеляет его. Потому что человек, который хватает богатства, миллиардер, ему труднее расставаться с жизнью, чем нищий, который просил, Господи, я устал жить, каждый день голодный. И тот, у которого все было, и рак. Анасис был такой, он женился на вдове Финджеральда Джона Кеннеди. Он женился на ней. А потом его спрашивают, у вас какое самое большое желание? Миллиардер греческий, там, нефтеналивные у него эти корабли, там, танкеры. Он говорит, оправиться безболезненно, рак прямой кишки. Вот и все. Все сконцентрировалось на выходе из человека. А сколько поглотил, а теперь глотать-то и нечего. Все отрезано. Значит, самое-то главное быть с Богом. Быть довольным. И вот я ему это сказал. Нет, я пока не согласен. А он все равно свое дело сделает. Пример. Я просто говорю, пример. Это в наше время, это человек живой. Он каждый день может уйти, сколько он выстрадал. А вы хвалите его, потому что он вас хвалит. Да не поэтому. Зачем говорить? Не поэтому. Потому что это действительно так. Мы только познакомились с ним. Он на другой день мне говорит. Я понял вас. Вы хотите умереть за Христа. Понимаете? Он прозрительный. И здесь он нашел и сделал. Дальше. Аслан, чувак. Да, фальшивые мусульмане заполнили Кавказ. Удивился его осведомленности. Я там про мусульман говорю. Ролик стоит про мусульман. Как они благочестиво одеты. И все. И он сразу говорит. Это обо мне. Удивился его осведомленности. Почему другие не удивляются здесь? Когда знают это. Вот смотрите. Я покажу сейчас. Вот мусульманки. 19 мусульманок. Где-то город. Еще трущей. Посмотрите. Как они одеты. Какие. Сравните с теми, которые сейчас здесь у нас фотографируют. Которые валяются пьяные. Где-то в туалете на горшке сидят студентки. Сравните. Какие голубицы. Да поневоле вспомнишь Дмитрия Смирнова. Он говорит. Мусульмане ближе ко Христу, чем наши христиане. Я только говорю. Он не договорится. Такими-то ты их сделал поп. Не учил. Какое одеяние. Посмотрите. Какие одинаковые. Вот посмотрите. А вы мусульман хвалите. Да есть за что хвалить. Вот я просто показываю одну единственную фотографию. Так их не найдете нигде, чтобы они были какие-то срамные. В этом. В интернете. Владимир Кульбицкий. Я не молчал. Я все время проповедовал. И что вы думаете? Столько грязи. В ответ я не слышал за все свои 32 года. Меня стали ненавидеть все мои рабочие. Коллеги и отец. Видимо. Сейчас по всему миру сбывается пророчество. За маловерие и за ненависть к вере и ко Христу. Все так и должно быть. А потом. Что мы сможем сделать? Что противополосставим? Я знаю, что если все были верующие по-настоящему. Не было бы такого в любом случае. Для тех, кто твердо стоит в вере, это не страшно. Я не меняю ничего. Я там всю орфографию оставлю. Но смысл понятен. Понятен, что люди недовольны тем, что совершается. И виновны только священники и учителя, которые не учили. Вот он видит, что неладное. Да хотя и неладное, они по-другому будут вести себя. Я видел, зашла женщина одна в Покровском соборе была. Ну и, видимо, что-то ее коснулось. Она так рыдала. Сразу к ней подошли. И еще здесь. А знает она там попрошайку церкви. Ну пошла отсюда. Прямо ее вытащили, столкнули. Все. Ну и больше я ее не видел. А потом Баптистов был. Смотрю, она там сидит, уже поет. Вот и все. Пожалуйста. А другой был. Тоже просил милостыню. Здоровый такая, коса. Коса вся сплетшаяся. Такая стоишь сзади. Видно, как вши даже ползают. Он здоровый, пузатый такой. Православный. Пошел к Баптистам. Я говорю, ну и как? А что, поют, как у нас в колхозе пелят? А я там не пропитаюсь. Там не подают. И он опять вернулся. Один остался, другой вернулся. А вернулся куда? Да никуда. А та ушла куда? Тоже надо думать, куда ушла. Галина Ивановна. Сергей, объясните, пожалуйста, на занятиях вам могут подключиться только 9 человек? Или 9 каждому из участников? Зачем тогда рекламировать ваш скайп, а не канал? И Геннадия Тихоновича Лапкина, где идут ролики? Вот понимаете, тут надо понять, о чем речь идет. Вот 9 когда, тогда видим друг друга, а когда уже 10, система только аудио показывает, а видео уже пропадает. Вот об этом идет речь. Каждый, чтобы пригласил по 9, она права. Ну и то не надо бросать теперь. Галина Влеська пишет. Пока не хворы головою, пока по совести живем, не назовем прямым кривое, неправду правдой, зло добром. Вот пока, как не хворы головой, вот откуда голова. От головы идет. Дальше. В народе распря, три волнения, кричат, измены налицо. О чем сказал царь? И в самом деле, единение ценой попрания отцов. Отцов? Вопрос. Единение насчет чего? Отбросить все, что нам отцы? Отбросить каноны? Отбросить труды святых отцов? Пойти в секту? Никто не против целования. Все люди носят Божий лик. Но выше наших пониманий, что еретик не еретик. Нововведение отриним. Не спорите никогда. Но есть одна тема, вавилонская блудница. Я бы хотел с вами пополемизировать, если вы согласны будете. Нет, не согласен. Просто я возвещаю один раз, сказал, ты не понял, мы там разошлись. Вот, полемизировать. Зачем? У нас есть толкование святых отцов. Я вам скажу. Я понимаю уже, о чем вавилонская блудница, значит, это как адвентисты седьмого понимают Папа Римский, а другие понимают православную церковь. Там говорится город. Толкование дано. Город. А что такое? Москва. Чтобы понятнее было. Дальше. Ну и еще кое-какую критику сказать в ваш адрес. То есть он хочет критику сказать, ему обязательно это нужно там. Давайте выходите. Выходите по скайпу и скажите критику. Это замечательно. Пару вопросов задать. Тоже можно. Вы мне, если можете, напишите, если вы не против, то я немного подготовлюсь и когда выберу время, позвоню. Потому как, если вы не хотите на этот счет спорить, то я не буду. Спасибо с Богом. Когда у него будет время. У него время задать вопрос, а что у меня есть время, а ты вот и не касается. Уже это разве не говорит, как некоторые, я всю жизнь ищу, где бы меня остановиться, где меня любить будут. Святые советуют думать о том, любишь ли ты, а тебя любят или не любят. Награды тебе, если любят, это обыкновенное, мирское. Так что заходите в скайп, отвечайте мне ничего. Сейчас не отвечаю на форуме. У меня и времени нет. Теперь вот здесь я ответы все даю. Александр Русский. Уважаемый отец во Христе, прошу ваших молитв за меня и боев близких теперь по теме. Здравствуйте, Игнат Тихоныч. Вы говорили про неоязычника и про диспут с ними Андрея Ткачева. Во-первых, Ткачев полный профан в этой теме. Во-вторых, он совершенно не понимает, как вести диалоги с ними. Он провокатор и латентный русофоб. Ну, понимаете, что я черту поставил, очень большое там послание где-то, об этом речи нет. Да, я так понимаю. Я высказал свое мнение, вы свое высказали. Никаких споров здесь быть не может. Дальше. И вот мне, я уже фамилии не называю, потому что здесь беда просто большая. Рыскают звери лютые волки. Вот мне пишет один. Вы предупреждали, что если чьи-то данные тут появляются, то и на них будут бросаться ваши недруги. Я, по правде сказать, не очень этому придал внимания. Но на меня набросился один из Томской епархий. И столько он на вас мне наговорил, что я не знаю, стоит ли мне вообще теперь смотреть ваши ролики. И тем более заказывать ваши книги. Кто он и почему столь агрессивен. И еще пригрозил нашу епархию пожаловаться на меня. Тут уже мне вовсе непонятно, а в чем я провинился перед ним. Вот интересно, две буквы Д, Д, допустим, Дмитрий и С. Там как-то Сергей или как-то. Вот эти нынешние ДС отовсюду на меня. Я не могу на этого не видеть. ДС. И вдруг вижу две большие ДС у того, у другого везде. Это Дудин Сергей. Человек тяжко больной, поэтому никакой обиды просто на него не держит. Это не он делает. Это дьявол его избрал как сосуд и через него все это выливает. Он рыскает везде, он не молится, он понятия о молитве не имеет. Если он священник, как он в форме показывает, да до этого ли ему? Вот сколько верит, кто у меня друзья, всех старается найти и пакость сказать, ну, зарядил, троллит. Флут непрерывный. И притом такие срамные слова, говорит, не он это говорит. Когда кричали, распни его, распни. Златоуст говорит, это глотки только раскрытые, людские были, а через них дьявол кричал. Потому что смерть приближалась, а греха нету. А согласно второзакония 19.19, несправедливое обвинение, неподтвержденное, падает на того, кто это говорил. Дьявол понимал, сейчас он будет закован. Скован на тысячу лет. И поэтому он орал, сойди из креста, уверуем. Это дьявол кричал. Так это, это дьявол через него кричит. Всем злейших. Недостойно причащаются. Они заходят туда и живут. О нем только плакать и молиться надо. Звать его Сергей. У него с квартирой трудно. И я говорил об этом уже. Помолиться о нем надо, чтобы квартиру дал Бог. Может быть умягчиться когда-то. Хотя трудно поверить. У меня представление уже такое, что он похулил Духа Святого, и возврата ему нет никакого. И все они его нынче подвигли к мансионерскому отделу. А до этого, наверное, была переписка. Измена. Все, давай ролики, какие мы говорили, вытаскивать как-то, взламывать что-то. Совершенно бешеный. Не то, что неадекватный, а буйный одержимый. И другой пишет. Игнатий Тихонович, почему на меня всякую клевету выдают и звонят мне и угрожают чем-то, и только из-за того, что я с вами переписываюсь. И тут вы бы мне поминали. Кто он и что я не так сказал. Вот на кого я сказал, как звать, они их выискивают. Даже на Юрия Соболева кинулся, он теперь в епархию. А он преподаватель в Красноярском, в Государственном университете, в Академии, и ведет занятия при епархии. Ну и он на него в епархии. Ну как на Андрея Кураева-то. И убрать его из университета отовсюду. Это патриархийная кодла. Это бешеные псы, гиены, шакалы. Не я всех говорю, те, которые делают. Как бы я гонялся, не согласен, отошел и все. Ну занеси черный список и занимайся. Он не может этого делать. То есть что-то где-то знает, можно взломать, взломает. Можно другим сказать. Нажмите, чтобы ВКонтакте заблокировали. Заблокирует. То есть эти люди страшные. Они совершенно неверующие, что за все это будет суд Божьего. Это мне за один день только сколько было. Если кто его знает, помолитесь. Или как-то подойдите, хотя бы ездали, скажите, батюшка, великая беда тебя ждет. Что? Если он священник, конечно. До 30 лет рукоположенный он. Может там ничего и нету. Просто так говорится. Мираж один. Я отвечаю. Вот мой ответ. Деяние 17.6. Не найдя же их, повлекли и осоны некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Всесветные возмутители. Это они о нас говорят. А кто это такие? Какое-то отношение имеют к миссионерскому отделу. Там Скоро Тоски из баптистов пришел. Крещение не надо принимать у православных. Баптист это церковь. Какой же ты тогда миссионер? А еще тогда зачем пришел? У баптистов все лучше, чем у нас. У нас священство есть. Благодать. Он этого не понимает ничего. В ярости такой. Другой какая-то махонькая там тува, какой-то дулевич выходит. И какие-то ярости такие слова. Просто потоком гной изо рта сыпется. И подговаривают других. Натравливают. Отродие бесовское. Суд Божий при дверях уже. Они этого не знают. Дальше. 2 Тимофей 3.8. Как и они, и Амврий противились Моисею. Я хочу спросить, почему не первое ударение сделать? Может быть так правильно? Может быть и так. Ну давай. Моисею. Так и сии противятся истине. Люди, разращенные умом, невежды в вере. У них веры-то никакой нет. Но они немного успеют. Ибо их безумие обнаружится перед всеми. Как и с теми случилось. Ну Павел говорит безумие. Чего вы боитесь этого слова-то? А Христос сказал, не говори безумным. Брата твоего. Это какие братья-то? Отродие демоническое. 1 Иоанна 2.18. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист. И теперь появилось много Антихристов. То мы и познаем из того, что последнее время. Да. 1 Иоанна 4.1. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Но испытывайте духов от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Это лжепророки эти лезут. Лживые на меня. Это лжепроповедник. Это лжемиссионер. Я лжепроповедник. Я не настраиваю на этом, что я проповедник. Ну кого из вас, которые проповедники, митрополиты, просили бы при них, при богослужении проповедовать? Меня в разных странах это просили. А вообще мы слышали ваши проповеди. А потом отдельно вызывают и говорят, я считал святых отцов и другое. Почему я этого нигде не считал? Что то, что вы сказали. А сердце говорит, это именно так, как вы говорите. Потому что время не пришло. Не пришло? Епископы седут за столом и обсуждают мои проповеди. Я сижу рядом с ними. Вот это сказали. А почему вы так сказали? Я чувствую, что это надо было сказать. Я первый раз это слышу. Это епископы. Я не проповедник. Но по милости Божьей я проехал от Владивостока до Лиссабона. И в храмах выступала везде. И 53 года. А как? По результативности, как люди, слыша проповедь, обращаются. Грешники в тюрьме, в тюрьмах каялись. Где только не проповедовал, обращались люди. Это о чем-то говорит? Нет. Ну, то есть клеймят и клеймят. Ну, а кто Христос такой? Князя Бесовского служитель, Вильзевула. Спросите любого еврея, неверующего. Третье царство 22-24. Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. По идее, сделай так. То есть Бог это допустил, чтобы дух лживый вошел в уста священников, архиереев, которые народ совращают. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех всех пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Ничего не этого. Вышел дух, нигде не написано. Он там и остался. Деяние 14-19. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Ничего не говорят истинного, все лгут. Это обо мне прямо этими словами и говорят. Он все лжет. И гоняются. Ну какие же это христиане-то? Иезекииль 20-30. Посему скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не благодействуете ли вслед мерзости их? Да. Матфей 23-32. Дополняйте же мир отцов ваших. То есть они делают то, что перед ними делали, которые сергианцы. Это от митрополита Сергия Острогородского, где вашей радости, нашей радости, советской власти сказал. Всех арестованных в тюрьмах, сидящих в ГУЛАГе, всех объявили врагами. Заразу коммунизма повезли по всему миру. Вот этот Ротов, Никодим, это все оттуда идет. Они дополняют меру отцов своих. Деяние 16-18. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу. И именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Я к тому говорю, что если они считают, что неправильно что-то делает человек где-то, ну пусть они скажут, выйди дух из нее, если они сильные, такие благодатные, так каждый день причащаются, говорит, несколько раз, наверное. Поэтому не могут сказать. То есть куда? Сразу в КГБ позвонить уполномоченному раньше было, но сейчас властям, Роснадзор там или куда-то, это они тоже самые. Сказать вот этим путем, дух выйди из нее, они не могут сказать. Нету. Им не дано это. Вот интересно. Вот на такой ролик, на который откликнулись. А теперь как нужно делать? Вот посмотрите какой ролик. Посмотрите. Заведите, по-русски найдете. Мое выступление. Так, вот как нужно наши ролики разбить по частям. Не по частям, а по объявлениям, по оглавлению. Видите, это один только. И вот так вот нужно закончить. Ну а теперь посмотрим, что у нас на сегодняшний день. Это вот мой листок в моем мире. Вот он как выглядит. Игнатий Айден, Латкин один. Почему один? Я не раз объяснял. Потому что какой-то мусульманин взломал, все там изгадил. И экстремистскую литературу ваххабистскую рассылал с моего листика. Ну а потом, когда закрыли, открывать уже не могу никак. Ну его наша знакомая, Самир Атагеева, она вышла на него и говорит, ты что делаешь? Да разве можешь и по-своему, там по-арабски что-то, видимо, ему. И он вышел и ключ положил на место. Даже пароль мой не сменился. Ну я начинаю, Игнатий, Латкин не заходит. Я взял цифру один, поставил. Никакого смысла не вкладывал. И все, что на нашем ютубе, я перетаскиваю сюда. Вот. Показать сразу, что у нас есть в последней Библии сайт большой. Вот все здесь есть. Вот здесь проповеди. Вот. Вот вверху. Посчитайте. Вот проповеди. Вот я, смотрите, нажимаю проповеди. Сколько проповедей? 1136. Это не проповедник. 1136 проповедей. Вот проповеди по алфавиту. Вот они какие. Какой том, какая страница. Вот они идут. Ну тысячу. Так это только, может быть, пятая часть того, что успел написать. А эти же проповеди теперь по какие места писания. На какие проповеди. Говорили на какие места писания. И в какой том, какая страница. Я просто продерну и показать. Пожалуйста. Идеяние апостола. Ну то есть все места писания. Не просто выйдет и о чем считает от Адама до Откровения. Каждый раз епископы гляжут. Считает. Вообще как будто бы его никто не знакомил с Библией. Здесь нажать православный форум. На канал на наш зайти. Вот. Ну и... А это вчера я, короче, слушал. Наш видеоканал. Вот он какой. Вот. Тут уже... Два миллиона просмотров. А? Два миллиона девяносто девять тысяч четырех тысяч. Ну сегодня три миллиона будет просмотров. А сколько подписчиков? Две тысячи девятьсот восемьдесят. Ну тоже, а то три тысячи будет скоро. Это мало. Мало и... Ну вот, смотрите. Если нажать главное вот здесь, повторяю, главное, то сразу выйдешь. Вот наши жития. Это я насчитывал в восьмидесятых годах. И нашелся человек, который их теперь выставляет. Это на нашем сайте. Там пятьдесят книг. А вот жития на каждый день. Заходите, послушайте. Считать не надо. Не надо. Только бери и... Слушай, теперь вот наш православный форум. Ну и теперь немножко покажу, что пришло более ранее время. Таня Бельская, Ромаш, Рьва, Украина. Игнать Тихонович, большое спасибо. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Божьи благословения во всех ваших делах. Все доступно и понятно. Я с Украины. Ну дальше, я отвечаю. Ответ беда и не сегодня. Она в зачатии. Все секты собрались там. И Бог прогневался. Остальное на виду и в тайне. Беженцев готовы принять, кто подходит по нашему уставу. По нашему уставу. Все. Об Украине речь идет. Дмитрий Макаров, город Москва. Игнать Тихонович, я по раскрутке, с работой с сайтов. Хочу помогать вам, Игнатий. Спасибо Господь. На Афон не хотите с нами в мае? Едем с монахами. Средства может и найдутся. Вы подумайте. Ну, во-первых, мы были в Греции. И туда зачем? Там разговаривать нельзя. Проповедовать нельзя. Там и делать нечего. Что можно было, я сделал. Брат у меня ездил туда, отец Аким. Говорит, вообще разговаривать не с кем. Молчок. За столом молчок. Пришли и побыть. Меня туда не тянет. Для меня это чуждо. Но благодарю за желание помочь. Ну, у нас есть хорошие программисты, профессионалы работают. Раскрутку, пожалуйста, делайте. Раскрутку. Чтоб другие знали. Ответ. Мы в свою отъездили в этом году. Были и в Афинах, и до Лиссабона от порта Находка. Благодарю за приглашение. Николай Алексеевич. Восхищаемся вами, Игнатий. Вы святой и добрый человек. Ницкий поклон. Теперь вам открыта дорога в нашу Карелию. Соловки, Валаам, Кижи. Наверняка эти места вам знакомы. Знакомы, но никогда я туда не пойду. На Северныще наши ездили. Благовестники. Андрей Гришин, город Петрозаводский. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Скажите, в Священном Писании что-либо говорится про жидомасонов? Но вопрос может оказаться глупым, извините. Зайдите на наш сайт, который я показывал, и 15-й том открытым оком. Там все сказано, ваши ответы отвечают. Я показываю где. Не говорится, но по-другому, другими словами это называется. А как это узнать? А может их нету. Есть. Очень просто. Как 13-я глава Откровения. Из 17-я, 18-я глава. Если известно, что над всем миром будет один, из колена данного, еврей, то не в один день это делать, а должна быть подготовка. Вот это и подготавливают. Если в Бога не верят, то масоны занимаются добрым делом. Они стараются, чтобы не было ни убийц, жили нормально, лишних едоков с земли убрать. Но жить нормально, если Бога нет. Когда меня спрашивает о Гитлере, я говорю, более талантливого, более любящего свой народ человека трудно найти за 2000 лет. При одном условии, что Бога нет. А если Бог есть, а Он есть, то это был сатана в человеческом образе. Вот и все. Владимир Лапкин, город Нижний Новгород. Игнатий Тихонович, значит я видел вашу книгу. Соседка из Барнаула и ее внук был в вашем лагере. Вот как. Вот тоже матрос был. Дальше. Марина Прокина. Здравствуйте. Можно задать вам вопрос? Как быть, если потерялась вера в Бога? Ну, видно, что потерялась. Потерялась даже платье. Мусульманки как выглядят? Так? Повторяю. Одну во всей мировой сети найдите мусульманку. Я не говорю тут какие-то музбеки, туркмены, которые там в Турции и других. Одну. Зачем она с постели встала и... Что тело? Тело, что это? Его не видели раз. Оно везде одинаковое. Не могу найти в душе я отзыва. Раньше был, сейчас пусто. Смотрю на икону. Ну, дальше прочитайте, что тут считать. У меня есть Библия. Как себя вести с ней? То есть я ничего не могу ответить. Молись Бога, чтобы Бог дал веру. Это Божий дар. Нету, значит, ничего и нету. Дальше. Светлана Хейно. Скажите, пожалуйста, как к вам я могу обращаться? Вы священник? Я не священник. Игнатий Тихонович, назовите. Могу ли я писать вам, батюшка, или как-то иначе? Как мне можно по имени? Я познакомлюсь. Познакомилась чуть-чуть. Пока за такое короткое время с сайтом. Просто так делать ссылку на сайт, их много очень сейчас. По опыту неэффективно, так как люди захлебываются в потоке информации. Я поместила на моей страничке актуальный для многих вопрос и ответ на него ссылкой на ваш сайт. Человек заинтересованный обратит внимание и на другой материал. Правильно сказала, пожалуйста. Мне можно за вопрос. Как быть, если вы терялась вера в Бога? Да. Ответ. Премудрость Соломона 1.4. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Понятно. Вот ответ. Ну какой сегодня священник даст? Кто именно? Покажите, кто даст ответ? Нет, привести его к Богу, к ногам Христа. Все. Ответ. Дальше это зовут меня Игнатий Тихонович, не священник. И вот где места, где зайти на наш ВКонтакте, мой мир, форум, видеоканал. Все здесь дается. Дальше. Посмотрим. Тут что-то такое. Роман Колесник. Игнатий, как думаете? А ну это будет ответ здесь. Дальше. Алексей Питерский. Как думаете, хорошо это быть в душе молодым? Или застареть, зачерстветь? Хотя некоторые называют это словом повзрослеть. В Библии сказано, вроде будьте детьми, как дети. Я боюсь, остался где-то в детстве. Все тянет погулять да поиграть в что-нибудь. Ну, идем, говорят, там листья осенние. И видно деда. Деду лет так 70 с лишним может даже. И внучек. Он с ним прыгает, играет. А потом увидел, и идут люди. И он остановился, и не выдержал, и говорит, простите меня, говорит. Я больше и сейчас просидел, говорит. Меня арестовывали. Я писатель, говорит. И вернулся. Я еще в детстве. И теперь с внуком, я, говорит, доигрываю здесь. Это очень здорово. Я где-то застрял 25-30 лет душою. Я никак не могу выйти за то, что все время с молодежью, с молодежью. Дальше. Там Иван, Воин Христов, теперь Ника Акоста, Ростов-на-Дону. Вот есть сейчас настоящие старцы, к которым можно поехать, знак вопроса? Ну, это непонятно даже. Тут вот ответы будут здесь. Прочитать можешь. Что он тут? Зачем к старцам ехать, а вопрос? Вопрос на вопрос. Ну, отвез. Руслан Султанов. Ну, что тут он? Какой. Здравствуйте. У меня семья. Потерял работу. Хочу с семьей присоединиться к коммуне. Не подскажите, какая есть действующая коммуна, готовая принять. У меня катастрофа. В городе безработица. С деньгами беда. Готов работать в коммуне. Прошу только крышу и пропитание. Помогите, пожалуйста. Ну, нет, у нас не коммуна. Хотя так коммунисты называют нас так. А кому ты отвечаешь тут? Ему же. Давай. Прошу подобные вопросы, запросы не выставлять на нашем форуме. Мы не коммуна и нет работы иной, как только для себя. Сам построит дом, постройки. Сам за свои средства заведи хозяйство. Паши, коси, убирай, продавай, кормись. Ну, как первое, Сибирь заселяли. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Меня зовут Василий. Хорошо. Скажите, почему долгое время не было канонического общения между Русской Православной Церковью за границей и Русской Православной Церковью Московского Патриархата? И вдруг, в 2007 году, все резко изменилось. Ну и другие пришли правители. Я разговаривал, был за рубежом, ездил, много знаю. У них выхода никакого не было. Люди приезжают все время. Дверь-то открылась, а тогда железный занавес. Приезжают сюда, тут причаститься нельзя. Речь шла только о каноническом общении. Признать. Таинство действительное. Ни о каком объединении речи не было. Это обман. Фальшь. Обычная фальшь. Ложь Московского Патриархата. Все, а теперь втянуть ее сюда. У Путина 364 точки появляются сразу за рубежом. Ничего тут для веры нет. Ничего нет о Христе. Ответ на эти вопросы самым подробным образом отвечено на нашем сайте. Во свете Библии. Вот я пока сейчас покажу. Смотрите. Во свете Библии. Вот здесь вот есть 55 папок. А Патриархия. Вот она. Патриархия. Где она тут есть? Вот она. Вот она. Патриархия 31 номер. Вот я воткнул только. Вот теперь пошли вопросы. Какие вопросы, в каком томе они находятся. Посмотрите сколько о Патриархии. Еще буду отвечать. А ваш вопрос обязательно здесь закатывается. Он просто должен быть здесь. Ну и дальше считаем. Василий. Спасибо за ссылки, Игнатий Тихонович. Я вот на одном сайте читал, что Московская Патриархия не является Церковью Христовой, а является блудницей, восемьшей на зверя Багрянова. Красный большевизм. Вы считаете так же или нет? Не считаю. Я считаю ее благодатной. Вообще непонятно. Вы видите сколько там лжи. Все на лжи построено. И вдруг благодатно. Ну считаю и все. Опять за это. Меня со всех сторон тискают где-то. Я считаю и на этом все. Доказывать еще тут не надо. Доказывать веришь или не веришь. Лера Пестова. После вашего видео 52 года в пути. Латвия, Венсплес, 28.06.2013 года. Как вы плакали и молились. И сама прослезилась. Как вы молились и за себя, и за других, и за мир в другой стране. Вы как Далай-Лама. Не ожидала ваших слез. Я сама как молитвы слушаю или божественные видео тоже плачу. Вот видите. То у меня гуру, то лама. Ну вот так вот. Какое есть. То место где я обратился, нашел. Там я плакал. Все это выставили в интернет. Я переживаю очень. Воображаю. Александра Бондарева, город Минск. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Так я не понял. Почему лама-то? Какое отношение имеет? Почему она по-другому не подумала? Что лама плачет все время или еще? Ну он добрый такой. Там мир проповедует. Ну может быть. Не знаю я. Я просто поехал там подарить книги, чем-то рассчитаться. Хотя людей там нету. Другое здание я все равно подарил. Нашел всем. Всех одарил. Это место для меня святое. Я там покаялся. 53 года назад. Дальше. Александра Бондарева, Минск. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Смотрю одно из ваших видео. Очень нравится. Благослови вас Господь за такие добрые вещи. Одно видео. А его больше 4 тысяч. Заходи, Александр. Там больше найдешь. Орли Цур. Город Кирятшмона. Ну понятно. Игнатий Тихонович, храни вас Бог. Я побуду с вашими записями и помолюсь. На работе сейчас. Чуть позже. Возлюбленный Божий, укрепляйтесь духом. Иисус Христос всегда до скончания века с вами. С нами. Вот так. Видите как. Вот как вот баврада такая щетина. Я вчера много времени потратил, часов смотрел новые фильмы про Антония, митрополита Сурожского, Блюма. Где есть. Ну и Осипов о нем, как говорит, отрицательный говорит Осипов о нем. А мне он нравится. Всегда. Но видно, что он знал, где границы его влияния. Люди, женщины в храме без платков. В сережках. Подходят, целуются там с ним без платков. Мужчина одна щетинка только. И священники там такие же. То есть совершенно этот вопрос его не касался. То есть иначе никого не будет, если поставить наши нормы-то. То есть он ни за что это никак не ставил. А такое талантище там. Талантище настоящее. Открытый для Бога. И он когда смотрит, вот в глаза его посмотрите, он не здешний. Его здесь нет. Он что-то видел более того, чем мы видим. Я не могу сказать, что. Ну, я по глазам просто его смотрю. Поэтому кто ко мне в друзья просится, а глаза закрыты темными очками, я их не принимаю. Мне нужно видеть глаза. Я долго смотрю, рассуждаю, вхожу, молюсь об этом. И Господь что-то приоткрывает. И вот он там, Антоний, который люди приходят. Что? Вообще никаких как будто пришел. Главное пришел. Мы русские. Русские. Мы русские. Русские. Везде русские. 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 Приходят. И обряды, обряды. А обряды, то есть это вот внешне что-то, а люди не меняются, ничего. Нету. И как они приготовляют. Видно, миссионерская работа практически никакой не была. Приехал туда Алфеев Иларион, и что-то он мгновенно не заладил с ним, там прямо на разрыв все пошло. Я до конца так и не понял, что. Вот я собрал общину, ты разрушаешь, но его прислала Москва. Я долго не мог понять, как такой умный человек и в московской патриархии может находиться. Это не свойственно. Ну, вот так. Влад Миронов. Недавно мне пришлось отписать в ироничном формате сообщение против канонизации в лик святого Ленина князя Писокского. Ну ладно, дальше я тут найду, наверное. Дальше ответ будет. Евгений Миронов. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Недавно услышал у Белковского Станислава Александровича мысль о том, чтобы превратить русскую православную церковь в конфедерацию независимых приходов. Вот ссылка, где он говорит об этом подробно. Можете порекомментировать эту идею. Насколько она возможна? Станислав Белковский неоднократно в интервью озвучивал эту идею. Хотелось бы услышать ваше мнение. В чем он не прав, автор? Он прав. Возвращение к апостольским временам. Вот эта церковная структура. Вот у нас архиерей, допустим, бросил нас. А у меня нет приходов-то. Ну, увидел волка и убежал. Я-то при чем здесь? Ой, благодати нет, батюшка. Он безблагодатный. А тут же архиерей служит вместе, причащается. То есть, это люди кричат, которые к миссионерским отделам патриархии. Они бешеные. Совершенно безумные слова говорят. Ничего не понимают. А вот ударит гонение-то. Все. 362-е правило Тихона. Это указ Тихона патриарха. Все. Каждая епархия сама управляется. Ударили, архиерея нет, раздробили. Вот к этому и придете. Только гонение. Антихрист может сделать. А эти власти, а разве они выпустят это? Вы подумайте сами. Недавно, вчера прочитал, председатель пенсионного фонда. Люди пенсию получают мизерную, никак на нее не прожить. А он получает 1,3 миллиона. Направил Лужкову по недоверию. Там 250-3 тысячи пенсии в каждый месяц. Тысячи. Что спрашивают? Так и эти попытки, которые имеют. Все. Разве они расстанутся с этим? Эльвира К. Отец Игнатий, могу я с вами поделиться? У меня вопрос такого характера. Многогрешная раба Божья из сфирь. Так мое имя. Ездили в Иерусалим два года подряд и внутри солнечного сплетения. Что-то перевернулось. Вы знаете, что она много пишет об этом. Лоток там выбросить и прочее. Ну просто покажи это дело. Если нужно будет, я отвечу. Ответ. Батюшка полностью не прав. Вернитесь к первому. Не слушайте развратителей. Это ответ этой женщины. Это кому я отвечаю? Предыдущий. В Иерусалиме есть сфирь. Вот Миронов. Услышал от Станислава. Я отвечаю. Мнение неверующих, как говорит святой Иоанн Златоуст, это писк комара, жужжание жука и карканье вороны. Без епископа нет церкви. Но если каждая епархия и даже отдельный приход будут самостоятельными и жить во свете Библии, канонам и святых отцов, то жизнь будет продолжаться. Вот и весь ответ. Но без епископа нельзя. Признание. Я признаю, а их нет. Я признаю. Это главное. А его нет. Его арестовали. Моя какая вина? Оскарс Юревский. О, Венсполс. Это там, где я обратился. Голубка держит какого? Я ваш канал уже год назад абонировал. Сейчас тоже просматриваю. А как понимаю, вы здесь в ВК редко бываете. Да. Очень интересует трехтомник Нового Завета с толкованием. Только пока финансы не позволяют. Подобавок пересылка в Европу должно быть тоже недорого. Простите за мой плохой русский. Спасибо Христос. И главное как, с бородой в город Венсполс. Я голубей люблю, и у него голубь. Он просто привлек сразу меня всем. Ответа, Игорь, и что ответ ему? Да, дальше. Коротко. Маленькие вопросы, что. Елена Власенко. Вы могли бы мне подсказать, как жить правильно? После смерти мужа не могу встретить уже четыре года нормального мужчину. А для меня вообще была попытка изнасилования. Но слава тебе, Господи, что все обошлось. Но я до сих пор не нахожу себе покоя. Помогите разобраться, пожалуйста. Остался без жены. Не ищи жены, Павел говорит. И так и не ищи мужа. Вот тебе совет. Отвечаю. Первый коридором 7, 27. Вот ответ. Мой ответ какой? Вот два места. Писание это достаточно. Не ищи мужа. Дальше. Вера Иванеца. Простите, я к вам обращаюсь с просьбой. Мой муж уехал к ополчению в Новороссию. Я осталась одна с тремя детками. Он мне не пишет и не звонит. Я не могу смириться с этим. Здесь, в деревне, где я живу, нет церкви. Мне от этого очень плохо. Я не могу поговорить со своим духовником. Он в Украине. Напишите, что мне читать, для того, чтобы смириться. Я понимаю, что несползанно мне Богом. Все во имя спасения моего. Все скорби и трудности. Но я плачу и скорблю очень сильно из-за того, что осталось без моего мужа. Ну, не об этом надо плакать. Есть муж, когда-то не знала мужа. Чего уж так цепляться-то за мужа. Или жена тоскует. Ну, день один и на этом все закончилось. Для Бога живи. Елена Власенко. Здравствуйте. Не могу понять, что вы имеете в виду. Я так и буду всю жизнь дальше. Дальше? Да, если правильно понимаю, до той поры пока не выйду еще раз замуж, то это меня так и будет по жизни преследовать. Ну, вот она понимает, что муж защитит. А теперь муж-то второй тебя как раз и будет колотить, может быть. Ответ. Это муж к ополченцам уехал ответ. Доверьтесь Богу в войну. Считай, полстраны лечилось мужей. Однако жили и работали, вырастили детей. 1 Фессалоникийца 5.18. За все благодарите, ибо такого вас воля Божия во Христе и Иисусе. Все, коротко. Алексей Детушев. Вы занимаетесь миссионерской деятельностью среди баптистов? Можете одному баптисту показать истину, пожалуйста. Ну да. Как раз в баптистах больше всего и занимались, и сколько там людей пришло, и стали священниками Московской Патриархии. Это он же. Да. Дима Лаушкин. Игнатий Тихонович, у меня вопрос весьма важный для меня касательно постоянного, непрекращающегося бодрствования и активности в духовной жизни. Слова Христа о бодрствовании и молитве, в избежании впадения в искушение, слова апостола Павла о неугашении духа и непрестанной радости говорят о необходимости нерасслабления. Вопрос. Возможно ли постоянная максимально высокая активность в стремлении к вечности с Богом или спады и падения к небесному царству в несовершенном мире неизбежны? Не только, а наоборот. Чем ближе к концу, тем сильнее усиливается бег, когда бежит стаер. Многие бегут, но один получает награду. Именно так. На глаза посмотрите. Что-то говорит или нет? Что-то говорит. Говорит. Вот выражение лица, одеяние, все. Это мы просто дальше. Я отвечаю. Евреям 10.38. Посмотрите, Евреям, 1 Иоанна, Аввакум. Евреям, то есть знать где написать, это считать. Дальше. И снова к Евреям, 1 Иоанна, 1 Коринфянам. Вот так. Об этом речь идет. Роман Колесник. В ваших заметках одни назидания. Любопытно. Чем, на ваш взгляд, так провинились перед Богом точно такие же православные того же Донецка? А то им что-то не до ваших сюсюк. Они уже давние. Понимаете, что? Но чем провинились в Чечне? Почему Чечню и отдали туркам? Громили, первая, чеченская, вторая. Кого судите-то? А это-то, да она, земля так. Это украинская, она в нее и входила. Почему по-другому они могут реагировать-то? Я никак не пойму, что это за двойной стандарт. И вы считаете неправильно? Неправильно. Так они там русские говорили, будут вешать. Юлия Тимошенко говорила, главное прийти к власти, а потом вешать начнем. Это слова. У меня много знакомых на Украине, которых никто не вешает. Все открыто. Сектантам полная дорога. Православные тоже открыты храмы. Я в это не верю. А с каких жертв принесено? Речь идет с той, с другой стороны, о тысячах. Я категорически спрашивал, я отвечал. От меня это не зависит. Но спросили, я ответил. Это неправильно было сделано. Неправильно, значит, это неправильно. Дмитрий Новиков. Здравствуйте. Оставьте, пожалуйста, как правильно молиться по Лестовке и обходиться с ней, спасти Христос. Ну вот, Лестовка как. Я многократно об этом говорил. Мы в день не меньше семи раз. Это три святоя и сто поклонов. Вот, по Лестовке. И там у нас, зайдите на наш форум, на него заходим. И молитву, зарядите в поисковик. И увидите, там все описано подробно. Артем Царегородцев. Я читал, вы проповедуете Слово Божие. Я хотел бы у вас советом спросить. Как пережить скорбь от потери близкого человека? Упованием на Бога, как Ев. Бог дал, Бог взял. Ев, он 10 детей потерял. Жена отвернулась. Все, ничего. Это испытание. Про Донецк. Украина сделалась пристанищем, как сточная яма для всех видов сект. К ней в какой-то степени может относиться и вот эта мысль. Откровение 18.2. Сделалась жилищем бесов. И пристанищем всякому нечистому духу. И пристанищем всякой нечистой. И отвратительной птицей, ибо яростным вину блудодеяния своего она напоила все народы. Все, что бы там ни было. Вот это вот, что к революции, там кучму кто приводил. Это все выводили они там. Ну кто такой? Тот-то, тот-то. Перечисляют их и показывают. Там этот пресс-фитер у сектантов. Теперь поставить его вместо президента. И они воюют, оружие выпрашивают. А-то-то гей-парады там шли. А заразу Бог и выжигает. Но это не конец, а только начало. И сегодняшнее покажется уж не таким невыносимым в сравнении с тем, что еще может быть. Интересно, что ко мне впервые применил некто слово сисюканье. И где же это вы нашли? Противоположно ли еще ко мне наклеить? Но сисюканье даже приятно стало. Хотя немного охолонуться. Охолонуться. Охолон можно от упреков в излишней строгости. Благодарю. Мы в одном месте давали Евангелие. Кажется, в Трубучево было здесь. И бабушка одна вышла и... А сколько тебе лет? Ну, я говорю, там, 75. Да ты еще сопляк! Мне так приятно сделалось. Она меня... А бабушка и вам-то сколько-то? Я 90 с чем-то есть. Сопляк. Понимаете? То есть она меня омолодила буквально этим словом. Уж я целый день улыбался ходил. Дальше. Вот он, ответ. Вот он как раз и есть. Смотрите. Солестовки. Теперь вот я выставляю, а вы дальше прочитаете. Вот. Дальше. Сто поклонов. Как делать их? Посмотрите. Конечно, сектантам это не надо. Но своими словами мы молимся еще. По молитвослову. Вот, пожалуйста. Святые ангелы, архангелы. Как молимся? Каким святым? Каких пороков? Это мы на молитве. Каждый день поминаем. Каждый день. Вот она где. Видите? Григорий Богослов, Серафим Саровский. Вот кого поминаем. Еще раз посмотрите. Вот ответ какой я даю. Один ответ. Сколько времени на это уходит? Какими местами Писание? Я могу сказать, такого ответа во всей мировой сети нет. Нигде нет. То есть она не то, что оригинальная, она единственная верная. Это Библия, я отвечаю по четырех параметрам. Это Библия, толкование святых отцов, это жития святых и все каноны церковные. Со всеми эпитемьями. Так это потеря Божьего человека пережить. Вот я теперь ответ, ответ. Ни одного слова не говорю. Я показываю, где об этом написано. Ответ в этом заключается. Колесник Т.Е. Доверьтесь Богу, и он умножит ваше упование на него. Дальше. Пишет Роман Колесник Т.Е. Православный русский, Донецкая или Луганская зараза. Сильно, сильно. Сильно, сильно. Да, да, но я отвечаю, как я понимаю, так и понимаю. Олеся Кучерявая, скажите... Вот этот Николай Леонов, мы с ним тут несколько роликов были. Я говорю, не воюй, ты до 50 лет не доживешь. Воевать надо воевать. Убили? Нету. Все твои звания улетели. Олеся Кучерявая, скажите, отец Игнатий, а что с культурой питания в вашей деревне? И как вы проповедуете и раскрываете этот вопрос для детей и односельчан? Имею ввиду... Культура. Слава Иисусу Христу! Потом, потом, запись идет. Татьяна спрашивает, когда мысли придут. Значит так, с культурой питания. Одно время мода пришла, круглые столы в деревне. А у нас отец, инвалид войны, 10 ребятишек. Мы за угловатым, говорит, съедим. Было бы еще съесть. Как тоже я считал, взяли сироту, так у нас соль не на что купить. А муж отвечает, мы ее без соли съедим, было бы еще и есть. Вот забота как. Культура, питание. Вегетарианства у нас нет. Я не ем мясо. Братья со мной едят, которые вот... Ну пожалуйста. У нас нет запрета, ни на что. Так, Жора Тимащук. Здравствуйте. Прошу прощения, что наглею сразу, грузя вопросом. Но мне нужна мудрая подсказка. Не умная, сам не дурак. Читать умею. А мудрая, опытная, духовная. Я с Украины родился на Волыне, живу в Хмельницком. Принадлежу к московской патриархии. Знаком со старцами. Например, с духовными чадами отца Амфилохи Почаева и Ионы Одесского. Лично со старцем Михаилом Корец. И верю, что благодать Божья еще есть в церкви нашей. Но очень смущает политиканство, экуменизм, стяжательство и прочее руководство МП. Их евроинтегрированность. Ладно, просто посмотрите где-то. Большое. Не то, что я там против, а просто у меня времени на это нет. Маленько посмотрите, просчитайте где-то. Ответ, если будет, будет. А нет, значит нет. Вот. Жора Тимащук. Здравствуйте. Прошу прощения, что наглею сразу, грузя вопросом. А ты вот как раз отвечаешь. Вот именно какое. Второе Тимофею, и вот ответ. Вот он где ответ. Олеся Почарява про культуру питания спрашивает. Да, отвечаю. Вопрос сей ложью приправлен. Иисус не был вегетарианцем. И это не заповедано ни в Святой Библии, ни святыми отцами. Запрет на вкушение определенной пищи есть не просто человеческая выдумка, а бесцовское учение. И дальше вот где написано, Дух ясный говорит. Вот смотри, какие места я даю. Ответ по Библии. Я скажу, что ни один из тех, которые сегодня православные батюшки выступают, они так не отвечают. Он говорит сам, как понимает. Культура питания. Что это такое? Сибористство и гурманство. У православных есть посты Святой Православной Церкви, и их нужно тщательно исполнять. О посте. Вот теперь о посте я даю ей, пожалуйста, что такое пост. Вот посмотрите, сколько. О посте. Кто об этом святые отцы? Что каноны об этом говорят? Вот просто посмотрите. Это о посте. Это на сайте на нашем, там книга открыта. Я сейчас покажу даже, где. Вот книга открыта. И здесь вот к истинному православию, вот. И там о посте. Я отсюда взял, и сам, это, ну, мой труд. Пожалуйста. Вот сколько. Сколько мест писания? Вы видите цифры, как ребят? Вот какой ответ. Что святые отцы, что каноны говорят. Скрижаль новая тут. Посмотрите, сколько. Это десятки книг надо было перелистать, пересмотреть, чтобы найти, как ответить о посте. Видите, какой большой материал. Это моя статья из моей книги, а не чужое беру. Вот теперь на каждый день. Какие дни. Прямо по дням разбито. Что можно. Вот Великий пост. Вот посмотрите, какая неделя мытали фарисея. Что разрешается. Какое правило. Отключается от причастия на два года кто пост нарушает. Я православный, я обязан соблюдать. Как святые. По житьям святые взяты. На каждый день вот здесь. Когда разрешается растительное моё. Видите, я работал с древними рукописями, можно сказать. И всё это выписал. Большой устав называется. По нему жила вся Россия. Вот видите, один вопрос. И сколько по нему ответов. Ну. Вот так. Так, тут что-то я сейчас попутно гляну. Кто-то уже зашёл в это время. Или что-то тут. Очень важное, не важное. Вот, Сергей парализованный. Ещё он. Это вот он как раз. Вот какая фотография. И вот наша переписка дальше. Вчера была, которая. Я ему говорю. А он что ответил? Было три часа свободных. Может позднее другие обработаю. Ответ. Не смей просить. Я ему отвечаю. Не смей просить. А сказал просто по ходу. А вот чтобы три часа. Нет, это нужно. Не нужно. И невозможно. Даже подумать. Простите. Вот он нашёл мою фотографию. Как он её делал? Это я вернулся из армии. Из армии вернулся. И он её уже обделал. Вот она, пожалуйста. Дерёжный, говорит, костюм. Я на фотографии, на военном билете. Вот такой это и есть. В это время, когда я обратился к Богу. Это было в 62-м году и прочее. И мне даже удивительно, как это всё пролетело быстро. И как будто ничего и нет. Вот. Ну, мне дорого было всё. Я любил Бога с детских лет. И так получилось. Видишь, он Сергей уже скинул. Я говорил, не надо. Это мне, ну, понимаете. Как он делает. Как рукой передвигает. Я болею. У меня большое воображение есть. Дальше. Анастасия Мельниченко. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, у нас большая проблема. Ребёночку с рождения ставят два порока мозга. И в сердце. Врачи ставят разные диагности, связанные с СНС. Центральной нервной системой. Ребёнок уже крещён, но ещё не причастили. Внезапно заболели перед тем, как собирались в храм. И перед крещением начались приступы, подобные судорогам. Но мы всё равно поехали и покрестились. Скажите, что мне делать, чтобы Бог услышал мои молитвы и исцелил мою девочку? Как ближе стать к Богу? Ой, извините, ещё не дописало. В последнее время, когда читаем молитву, стало зевать. Раньше такого не было. Почему так происходит? И когда муж читал молитву Богородицы, у нас обеих слёзы на глазах наворачивались. Слёзы, мурашки по коже пошли. Такое чувство, что волосы дыбом на коже встают. Всё. Да, конечно, печально. Вячеслав Дронов, Игнатий Тихонович, доброго вам здоровья. У святого апостола Павла в его посланиях непрестанно присутствует изречение благодати Святого Духа. Причём он говорит об этом не как о какой-то тайне. То есть у меня возникает уверенность, что про благодать все знают и все её физически ощущают. И для кого это не секрет. А в своей реальности ни от кого с кем не общаюсь, не могу об этом ничего добиться. Даже священники об этом говорят декларировано. Да есть такое. А в частности, конкретно по тем, по-моему, в случае не могу добиться ясности, родился ли я свыше или нет. То, что я ощутил, это благодать или нет. Я раньше труды Иоанна Кронштадтского не понимал. И добротолюбие тоже сейчас в молитвном состоянии, мне там всё понятно. На исповеди батюшки рассказал о каком-то озарении. Он на меня ни в чём не укорил. Я сделал вывод, что то озарение, которое у меня случилось, это нормально. Так было рождение или нет? О нём говорит, было рождение или нет. Слава Бузунов. Здравствуйте, Игнатий. Меня зовут Вячеслав и я начинающий христианин. Постепенно я приобретаю знания в православии и молюсь утром, в течение дня перед сном. Но теперь появляется какая-то гражда знаний по Библии. Подскажите, пожалуйста, посоветуйте, как мне изучать Евангелие, чтобы было понятно? Как мне постепенно приобретать знания, чтобы утвердить свой христианин? Ну вот у нас изданный Новый Завет с полным толкованием в Библии. Это Нового Завета. Я могу дать другое здесь. То, что знаю, самое хорошее. Антон Черепанов. Здравствуйте, Игнатий. Высылаю вам работу своего папы. Он не зарегистрирован в ВКонтакте. Вы просил меня выслать её вам. Прошу ознакомиться. Ну, ознакомиться. Сергей Ильин. Игнатий Тихонович, у вас нет телефона Константина Душенова? Любой, хоть домашний, хоть мобильный, никак не могу на него выйти. Если вы сможете помочь мне с телефоном, я бы смог с ним связаться. А так в Питере может и жизни не хватить на его поиски. К сожалению, мои знакомые о нём ничего не знают. На сайте у него и ВКонтакте тоже обратной связи нет. Так что найти вы в Питере равны нулю. Константин Душенов, он издавал газету, очень известный. Много сейчас выступает где-то. Но вот сейчас, как он всё это комментирует в Турции, что было, я думаю, что это не надо. Всё время много говорит об этом, какие-то перед самым началом, как говорит, а то всё мелькает, кадры. Абсолютно не приемлю это дело. Он как только освободился, он сидел за евреев, пучеглазую сволочь, как он их набозвал. Его судили, и он вышел оттуда. Апериарь забыл, теперь против мусульман. Он активный очень такой. Я ему книгу высылал. Он в страду только вернулся, и мне позвонил. Я вернулся. Наши старались помочь. Ездили с его женой, с Еленой, там, ну, что могли, отвозили, поддерживали. То есть он нам не чужой. Хороший человек. Теперь я разъясняю этому. Слово «благодать» разъясняется как милость, благолепие, приятность, привлекательность, грация в речи, назидательность. То, что называют у проповедующих помазанием, благодарность, обилие и многообразие дров Святого Духа. В строго богословском смысле означает спасительная сила Божия, дающая христианину средства к достижению жизни, вечно блаженной. Слово отца Григория Дьяченко. Ирина Куклина. Я простой грешный человек, верую во Христа и стараюсь жить по его заповедям, но не получается. Ну, дальше прочитайте, просто увидите. Прочитайте где-то, я отвечать буду. Дальше кто-то один глаз выставил. Не могу без слез смотреть на потерявку. Слезы раскаяния за свою погубленную жизнь, за погубленные жизни своих родителей и их родителей помилует нас всех Господь. Служба по выходным, слишком много хождений сует и предпочитает стоять на службе в пустом храме, как раз всю неделю. Ну, дальше о службе он пишет. Ну, такой, прочитайте, просто у меня времени нет, прочитайте. Прочитайте. Теперь отвечаю, вот о кому отвечаю. Ирине, которая простой грешный человек. Вот, где, видение Исаии. Исаия один, вот. Вот оно, прочитайте, где ответ. Вот вам ответ. Это ответ, другого просто нету. Да. И что? Теперь другое. Тоже тут ответ дан. Да. Это опять вопросы, видите, ответы. Ответы такие. Сергей Ильин, вопрос от душеного адреса. Санкт-Петербург, улица Старая Русская, дом 5, дроп 3, квартира 85. Ну, все, что могли найти. Андрей Трофимчук. Вот интересно, я вам-то сказал, бросится на него или нет, этот, который ДС, там, Дудин-то. Ну, он высчитывает, видит, слабенький человек. На душеного Константина Юрьевича он не бросится, нет. От этого получит такой удар, что он будет месяц поносить только, на жидком стуле сидеть. А это нет. Это военный офицер, моряк. И он это знает, сатана знает, он не сунется туда. Андрей Трофимчук. Добром, мне на протяжении жизни обстоятельства помотают по стране, от Сибири до Кольского полуострова, к югу, и нет своего места, не нахожу. Видел, как божественные дела, так и дьявольские. Как найти свое? Ну, как найти свое? Как это найти свое? Найди Христа. Елена Власенко. Здравствуйте, святой отец Игнатий. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я после смерти мужа много искал оправды, что и как он мог так быстро умереть. Умереть. Ведь молодой, спортивный, здоровый человек, а тут в 25 лет раз и рак саркомом, и за 10 дней его не стало. Мне женщина сказала и указала, что его сглазили. Я показала на фото, кто. Это была моя близкая подружка, которой я все доверял. Ну, дальше понятно, о чем говорит и прочее. Если будет, ответ, то дам. Спасибо, отец Игнатий, за живое слово, за вашу просветительскую работу, Слово Божие. Меня зовут Александр, я бывший наркоман, 20 лет, и кололся героином. Срок не отбывал, были судимости за потребление условные. В 2010-м завязал, в 2014-м пошел в храм, помочили голову. Живой труп, кожа и кости, гепатит. Но жизнь стала по каплям возвращаться, каждая служба маленькая капелька жизни. Причащаюсь я и вправду на грани, сам чувствую, пора и получается, раз в неделю бывает и чуть чаще. Бабушка была одинокая, старая Верка. Вопрос первый. Есть шанс, что бабушка крестила правильно? Второй. И где креститься правильно? Спасибо, Господи. Дальше. Это муж там умер, да? Вот ответ. Смотрите, сколько мест писания. Зафиксируйте их и сами прочитайте и вдумайтесь. Ответ. Это что? Не знает, куда поехать, он везде ездил. Нет, наркоман бывший. Наркоман. Вот какой ответ. Видите, ни одного слова моего нет. Места писания. Вот она. Где ответ искать? Дальше. Отец встретил. Мясо не ем, спиртного не пью, не курю. Но от глупости избавиться сложнее. Вопрос первый. Обязательно ставить свечки? Она никакой роли не играет. Об этом говорит Владимир Головин. Там... Вы просто прочитаете у него. Вот. Не прочитаете, а он говорит об этом. Никакой они не играют. Просто стены коптят и проще. Ну вот. Так. Это у меня на следующее оставлю. Как победить уныние? Не победить никак его. Надо хорошо работать и молиться. Тогда оно уйдет у тебя. Победите. Вот раз и победил. Никак. Надо встряхнуться. Работать. Такой крепкий парень. Ну и все. Я еще раз покажу. Наш... Вот где. Есть что прочитать. Михаил Внуков. Вот что он сейчас написал. Даже глянуть. Это потом уже на завтра оставлю. Много. Говорят, а что смотреть? Вот я смотрел, что рассказ солдат Вермахта о своем пребывании в советском плену. И советские, когда в плену были, я смотрел, это очень полезно смотреть. Вот запомните вот это вот. И посмотрите внимательно. Как немцы были здесь, как умирали. В плену были. Мальчишка 16-летний. И таких же, которые были там в плену. И что ответили? И как было Данаур. И как отпустили. Булганин подписывает. Все здесь документально. Ну, на этом все. Благодарю, Никита. Так, Никита. Значит, поступил такое, как сказать, предложение Сергея было. Чтобы не Сергей Пупков вел занятия, а ты. Я понял, конечно, это не по скайпу. По скайпу там ничего нельзя сделать. Сергей от себя из дома руководит, а ты в другом месте. Но это, видимо, о занятиях, которые там. Поэтому я предложу всем. И как люди скажут, так и будет. Больше 400 по этому неделю уже готовься. Какого недели? Это уже завтра воскресенье. Все, пока. Слава Божьей.